В гости к Ивановцам приехал Московский областной театр драмы и комедии. Трагикомедию «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина поставил Михаил Рыбак, режиссер с украинскими корнями, проживающий в Германии. Спектакль с большим успехом шел на своей сцене, включен в число номинантов фестиваля «Золотая маска». Премьера состоялась в ноябре прошлого года, а Иваново стал первым городом, куда выехала труппа на гастроли. Когда и на сцене и плачут, и смеются, и в зале тоже и плачут, и смеются, потому что, во-первых, материал очень сильный. К сожалению, таких уже мало драматургов, которые писали бы на таком уровне, которые и зрителями воспринимаются, и актеры играют. В беседе с журналистами режиссер рассказал, что его «Поминальная молитва» не по умершим, а тех, кто когда-то населял эту землю и ушел в небытие. Я поставил пьесу о великом человеческом братстве, которое я хочу, чтобы оно продолжалось только, насколько будет существовать и продолжать жить моя фамилия. А это и внуки, и правнуки, и праправа, и прочее, и прочее, и прочее, и много-много поколений. И если нет настоящих людей на земле, то земля не имеет права на существование. Понимаете? Поэтому вот это ради того, чтобы сегодня зритель, придя в зал, увидел тех людей, которые жили век назад, совершенно другими глазами, чтобы были люди совершенно немножко другого воспитания, другого восприятия мира, жизни. Это пьеса о тех людях, которые жили искренне, эмоциями, по велению сердца и зову души. Старшая дочь главного героя, молочника Тевье, Валерия Лиховида, готова умереть, не желая выходить замуж за нелюбимого человека. Где ты была? Она ходила к реке. Я спрашиваю свою дочь. Она ходила к реке, к самому обрыву. Туда ты в прошлом году вытомилась дочь с замужника Якова. Что ты сказал? Ты отцу. Такие слова. Папа, прошу тебя, пожалей меня. Папа, не отдавай мне залезть. Стань! Папа, если ты даденеки на земле готова, я в луханку пойду и камеру отстань. Я дал слово. Нет! Слово мужчины. Нет! Закон, оно дороже золота. А не дороже дочери. Слушай, Мотул, у нас здесь семейный разговор, а посторонние пусть ждут за забором. Ах, не посторонние. А кто ты? Зять, сват, муж, золот? Я! Я их. Эй, Мотул! Мотул, которого она любит, я ее люблю. Я ему дам друг другу слова. Зал, затаив дыхание, следит за развитием сюжета. Почти после каждой сцены раздаются бурные аплодисменты и крики «Браво». Сцена сватовства мясника Лейзера Вольфа, заслуженного артиста России, Юрия Грубника, к дочери молочника Тевье Цейтл Мариане Лукиной почти бессловесно, но очень выразительно. Вечер добрый, Рептейнер! Вечер добрый, Рептейнер! Не опрокинете ли со мной стаканчик? Не хочу огощать вас от кафе. Рыхает! Рыхает! Лоберзанки! Лоберзанки! Во время спектакля нередко возникает ощущение эффекта присутствия. Все, что происходит на сцене, настоящее, неподдельное. Режиссер Михаил Рыбак говорит, что поминальная молитва – работа, за которую ему не стыдно. Спектакль длится три часа. Артисты делают все, чтобы это время казалось максимально наполненным эмоциями и смыслом. И стоит заметить, у них это получается. Мария Змирнова, Любовь Почерникова, Андрей Семивоков, РТВ Иваново.